жилой комплекс некрасова от застройщика брусника любимая моя брусничка сегодня мы тебя будем разбирать и квартиру в этом жилом комплексе который находится за управлением железной дороги на челюскинца в городе екатеринбурга сегодня разбор большой планировки 140 квадратных метров поэтому если вы хотите купить квартиру на некрасова купили квартиру на некрасова бегом бежим ко мне чтобы я сделал вам нормальную удобную красивую и уютную планировки потому что без этого просто никуда подписывайтесь на канал и погнали смотреть прежде чем делать планировку очень важно понять что же хотел заказчик итак это семья мама папа и ребенок уже практически подросток что же они хотели большую гостиную 35-40 метров все как я люблю и рекомендую свою мастер-спальню комнату для ребенка место для занятия спортом это очень важно друзья если у вас гостиная 20 метров то заниматься спортом уже будет просто-напросто негде очень много мест хранения требуется потому что одежды много я уверен как и у вас у всех а также у них есть второй уровень на котором хотелось бы сделать кабинет место отдыха это выход на террасу которую брусничка зазеленила так вот туда мы поднимаемся выходим проверь проводим вечер день обед гости ну и все такое прочее а сейчас друзья внимание очень важный нюанс на который необходимо обращать внимание перед покупкой квартиры дело в том что когда вы приобретаете квартиру и рассматриваете планировку от застройщика вы видите на сайте вот примерно такую штуковину на которой расставлена вся мебель и даже обозначены квадратные метры помещений но когда вы квартиру получаете она выглядит вот так и квадратные метры например санузла не совпадают с теми квадратными метрами которые были нарисованы на планировке на сайте кстати сейчас на сайте этой планировки нет так вот то что обещали например санузел в спальне он был 4 и 2 квадратных метра а то что получили по факту оказывается 2 и 9 ну то есть чуть ли не полтора метра меньше почему я на это обратил внимание потому что заказчикам важно получить большую ванную комнату хотелось бы большую кухню а здесь вполне может оказаться что зона кухня меньше чем она есть на самом деле короче рассказываю про это чтобы вы просто обращали на это внимание и выдавали дизайнером адекватную информацию теперь второй очень важный момент на которое я особо заострю ваше внимание дело в том что конкретно в этом жилом комплексе брусника продает квартиры со свободной планировкой так называемой свободной планировкой но здесь такое решение было принято на мой взгляд самое наихудшее которое только можно было придумать и дело вот в чем на планировке есть мокрые зоны это ванны санузлы и кухня все остальное по документам идет как жилая площадь вы понимаете что это значит это значит что за счет этой жилой площади вы не можете сделать не постирочную не увеличить кухню не увеличить ванну не санузел вы ничего не можете это все жилое пространство так написано в жк рф и поделать с этим ничего невозможно поэтому обращайте пожалуйста внимание именно на этот пункт вам кажется что это хорошо свободная планировка много жилой площади но это не так лучше если бы здесь были коридоры и за счет этих коридоров я бы мог увеличить ванну сместить кухню и сделать планировку более удобной чем она могла бы быть но сейчас давайте смотреть что получается в рамках этой квартиры заданной так называемой свободной планировкой в новой планировке есть много мест хранения это прихожая это гардеробная при спальне это большие шкафы в детской комнате это большая отдельная постирочная и дополнительные места хранения там где кухонный гарнитур сейчас обо всем по порядку начну с прихожей в прихожей я разместил два шкафа один глубокий там где висят вещи на плечиках глубина 60 сантиметров второй шкаф неглубокий 35 сантиметров это достаточно для того чтобы поставить обувь в один ряд в несколько этажей а сверху вы можете раскладывать шапки шарфы перчатки а также сумки которых я уверен у каждой дамы в избытке у кого-то большие коллекции и для этого требуется место вот он этот узенький шкафчик а глубокий шкаф при входе помимо мест хранения в прихожей обязательно должно быть место для сидения чтобы было удобно обувь снимать одевать должна быть консоль куда можно положить ключи и конечно же зеркало в которое очень хочется всем посмотреться перед тем как выйти на улицу в качестве сидения здесь используется кресло и я бы хотел чтобы оно было нарядное почему потому что она стоит прямо на проходе когда мы пойдем в прихожую из зала ну и когда мимо будем проходить тоже будем видеть это кресло оно выполняет роль так называемой фокусной точки это то место которое приковывает взгляд и конечно оно должно быть красивым поэтому красивое кресло далее общее пространство которое состоит из кухни столовой и мягкой зоны начну с кухни обычно в таких пространствах кухню располагают буквой г вот таким образом но в моем варианте это не так я предлагаю другое расположение ну кстати говоря у застройщика тоже было нечто подобное но отличное от моего точнее мое отличное от их и так в чем суть объясняю есть два основных блока первый на метр восемьдесят то есть три стандартных блока кухни второй остров тоже длиной на метр восемьдесят и глубиной на метр двадцать в чем суть с одной стороны раковина с другой варочная поверхность соответственно стоя между ними посередине нам очень удобно готовить почему потому что мы никуда не перемещаемся ногами не ходим мы стоим на одном месте и готовим за островом это делать очень удобно потому что когда мы готовим за островом мы видим что происходит в основном помещении рядом у нас столовая дальше гостиная то есть мы все как бы видим контролируем и общаемся с домочадцами либо с гостями которые к нам пришли а также остров гораздо лучше освещается чем гарнитур расположены вдоль стены окно то рядом лучи от солнышка попадают прямо на поверхность на рабочую где собственно говоря мы и занимаемся готовкой помимо этого рядом есть и еще одна часть кухни полностью встроена которая сливается со стеной для этого мы выбираем цвет фасадов в цвет стены делаем скрытые дверки и что здесь у нас во-первых холодильник конечно же он должен быть рядом с теми поверхностями на которых мы готовим почему потому что из холодильника достали продукты помыли там где раковина достали порезали приготовили для того чтобы как-то дальше жарить парить и отправили на варочную поверхность это называется золотой треугольник кроме этого здесь высокой панели спрятан духовой шкаф и очень удобно когда он расположен на уровне груди то есть вам не надо нагибаться ваша спина не пострадает и удобно туда смотреть понимаете удобно доставать удобно смотреть там же микроволновка если хотите туда еще и кофеварку можно спрятать это два блока которые занимают метр двадцать каждый по 60 сантиметров рядом и еще на метр двадцать стоит скрытая кухня а вот это очень важная часть про которую частенько забывают в чем важность этой части она скрытая две дверки открываем на себя задвигаем внутрь гарнитура и там внутри у нас чайник блендер какая-нибудь там еще штука необходимая там что вы на кухне используете комбайн кухонный какой-нибудь соковыжималка в общем все вот эти предметы безусловно важны но очень некрасивые которые глаза наши немножко раздражают поэтому все самое некрасивое вы прячете в этот шкаф и когда вам хочется скрыть просто закрывайте дверки очень удобно очень практично и незаметно а это значит когда мы навели порядок то можем уже наводить красоту в остальной кухне помимо основного кухонного гарнитура вот так удобно сделанного понимаете вот в конфигурации вот вся соль вот правильно поставил расположил все эргономически выверено удобно пользоваться но кроме этого здесь еще уголок есть для мамы или для ее гостя подруги это кресло около окна с маленьким столиком то есть готовил готовил устал пошел присел попил кофе посмотрел в окно а за креслом есть еще и стеллаж в этом стеллаже можно книжечки поставить журнальчики положить даже посуду какую-то дополнительную расставить бутылочки всякие интересные так что отличное место я всегда говорю должны быть места уединения ну и почему бы на кухне его не сделать очень удобно я считаю рядом с кухней недалеко от острова обеденный стол на 6 персон который при желании может разложиться аж до 12 человек и все с комфортом вокруг рассядутся помимо этого здесь есть сервант с любимой бабушкиной посудой есть какой-то комодик который стоит за диваном и с одной стороны это удобный разграничитель между пространствами с другой стороны очень функционально и удобно потому что это рабочая поверхность на которую можно поставить вазу с фруктами хлебницу не знаю цветы например вазе ну или телефон положить когда сидим на диване кроме дивана здесь есть кресло есть пуфик то есть полноценный мягкий уголок на котором может развалиться вся семья еще и гостей позвать все вместе будут сидеть играть в какую-нибудь мафию там или что-нибудь еще монополию ну в общем сами найдете во что поиграть либо попялиться в телевизор куда же без телевизора вся мебель которую я перечислил не просто так расставлена в этом пространстве она как бы нанизывается на ось и тем самым создает ту необходимую симметрию который является основой для композиции у это непонятно и волшебное слово композиция про которую даже никто говорить не хочет но без нее красоты не будет почему потому что это равновесие в общей гостевой зоне есть еще свободное пространство которое просил заказчик для того чтобы заниматься спортом здесь можно йогой заниматься и какими-то активностями не знаю гантельки по поднимать по приседать по отжиматься место есть а также еще и можно танцульки с гостями устроить вот почему нужна большая площадь для кухни гостиной не только расставить мебель но и получить свободное пространство чтобы можно какие-то движения было совершать это важно далее есть лестница а рядом с этой лестнице увеличенная мной постирочная комната раньше она была 2 и 7 квадратных метров хорошо что она есть но я сделал ее еще лучше увеличив сторону столовой для столовой мы ничего не потеряли то есть пространство предостаточно но когда постирочная увеличилась это дало возможность поставить гладильную доску прямо внутрь этой комнаты и можно ее больше никогда не убирать это очень удобно это функционально это удобно для мамы потому что то белье которое достали можно сразу же тут же погладить не надо возиться разбирать эту доску она всегда стоит пожалуйста место предостаточно помимо стиральной сушильной гладильной и всей вот этой штуки еще есть место под уборочный инвентарь про это тоже нужно всегда задумываться когда вы планируете пространство все поместилось в моей постирочной на первом этаже остается детская комната ванная и комната для родителей детская здесь все стандартное самое главное что мебель расположена по осям обратите внимание кровать стоит посередине напротив нее стол там с компьютером будущем в общем это место для уроков каких-то там есть зона около окна для игр и я всегда говорю что нужно около окна оставлять зону для активных игр настольные напольные в общем это самое освещаемое место то что дальше от окна такая более темная часть комнаты там можно расположить шкаф для одежды вот все логично все удобно поэтому будущему обитателю этой комнаты будет вполне себе комфортно потому что я даже и уголок спортивный здесь сумел разместить рядом с детской есть ванна в этой ванной есть раковина унитаз и собственно сама ванна а еще есть большой шкаф внутри которой мы убираем все баночки скляночки запасы бумаги и так далее чтобы все с глаз долой ну посмотрите в свои ванны там же вот полно хлама всякого который глаз не радует вопрос зачем было дорогую плитку лепить если все это скрылось под горами всяких банок самое главное в дизайне прячь в основном вот все что есть под глазами вот все вот весь этот визуальный шум надо спрятать оставить только самое красивое и необходимое так вот чтобы спрятать есть шкаф 20 сантиметров глубиной вполне достаточно чтобы все скрыть таким образом у нас остается самая красивая раковина с прекрасным зеркалом в общем можно оформить конфетка будет очень интересное расположение сантехники которая никогда вам не предложит застройщик почему именно такое расположение объясняю ванна с одного края и логично что от стены до стены вот в таком закуточки она стоит правильно напротив входа логично располагать самый красивый предмет в ванной а это именно раковина с зеркалом то есть заходим заходи на красоту поэтому раковина здесь а унитаз немного сбоку ну во первых мы его как бы скрываем во вторых он как можно ближе к стояку и в третьих здесь он прячется в шкаф про который я вам уже рассказал и этот самый шкаф у нас практически весь будет использоваться потому что раковина к нему не примыкает а соответственно дает спокойно открываться дверкам в общем в планировке мелочей не бывает все нужно продумывать досконально здесь это так и есть остается мастер спальня изначально все пространство с двумя окнами за счет этого мне удалось сделать большущую гардеробную и это настоящий подарок я уверен для каждой семьи когда находится место под большущую гардеробную есть два огромных шкафа между ними можно поставить либо пуф для сидения тогда будет очень удобно садиться и что-то примерять либо можно поставить комод для украшений но главное достоинство это размер этой комнаты и окно окно это дневной свет это просто подарок божественный дневной свет это самое дорогое что может быть в интерьере короче здесь очень большая и удобная гардеробная вторая половинка этого пространства это собственно сама спальня где есть кровать есть макияжный столик и есть еще какой-то комодик для дополнительных вещей не хотите комодик можно стеллажик поставить не хотите стеллажик можно какую-то кушеточку поставить ну в общем вариантов на самом деле может найтись много комната достаточно просторная все необходимое сюда входит если хотите напротив телевизор пожалуйста самое главное что все это за одной дверью и помимо спальни гардеробной есть конечно же душевая раковина унитаз и зона душевой зона душевой в данном варианте совмещена с унитазом такое решение применяется только тогда когда мест недостаточно а мест недостаточно потому что как вы помните в самом начале я вам рассказывал в планировке от застройщика есть зона мокрой точки то есть в ванной которая 2 и 9 квадратных метров вот она увеличить ее невозможно потому что все остальное жилое пространство будьте внимательны когда приобретаете квартиру и обязательно получайте документы на все на это так вот раз увеличить нельзя значит нужно впихивать все эти предметы в то пространство которое мы имеем но мы же хотим чтобы было удобно и это самое удобное расположение как бы она вам не нравилось я уверен что половине она точно не нравится в комментариях вы сейчас напишите что и что это за фигня такая но много раз мы уже его применяли клиенты довольны вот так вот то есть отличное решение когда мест мало друзья у нас остается второй уровень второй уровень на который мы попадаем по лестнице и в этой квартире вы удивитесь лестница тоже является жилым пространством представляете то есть лестница тоже жилое пространство не знаю для чего это делает возможно чтобы вам доверчивым покупателям показать максимально возможная цифра вот это знаете жилые квадратные метры вот жилые главное чтобы их побольше было вот видимо из-за этого ну как лестница жилой может быть ну никак короче по лестнице мы поднимаемся наверх и попадаем в такую комнату метров 15 примерно она естественно большую часть этого пространства занимает лестница с выходом с этой лестнице понимаете да то есть там уже ничего не поставить но тем не менее остается место под рабочий стол то есть это такой своеобразный кабинет и кстати это очень круто что здесь можно поставить этот стол потому что это является не просто кабинетом а местом уединения это может стать в любой квартире нужно находить такое место получается что у нас есть место уединения на кухне и есть еще на втором уровне там где-то на крыше куда может папа уйти и посидеть за компьютером рядом много шкафов я разместил одна часть шкафов это хранение для работы ну какие-то папки какие-то там не знаю книжки принтер что-то там еще а вторая половина это хранение для всяких подушек пледов не знаю бокалов стаканов чтобы выйти вместе со всем с этим на террасу на втором уровне выход на террасу со второго уровня и чтобы вниз не бегать за пледами они будут лежать наверху вот мелочь а удобно согласитесь а еще чтобы было удобно здесь есть мини холодильник еще можно сделать мини раковину мини бар и вообще вниз можно не спускаться все то есть можно тут затусить летом абсолютно точно слушайте но нужно сказать что все вот эти планировки конечно с каждым годом ужесточаются правила и вот здесь вот в жк на некрасово вот нужно прямо сильно обращать внимание насколько то или иное решение которое предлагает вам дизайнера насколько его вообще реально согласовать потому что застройщик вам расскажет там вообще можно все делайте что хотите но оказывается нет как только вы обращаетесь к специалисту по согласованию он начинает находить вот такие вот документы которые застройщик почему-то не дает а вот специалист по согласованию где-то там с восьмой попытки значит отроет вот эту вот всю информацию и окажется что это все жилое пространство что вот за эту пунктирную линию кухни вы выйти не можете что вы прихожей увеличить не можете потому что прихожей это тоже жилое пространство понимаете в общем пристальное внимание на это понимаете обращайтесь к профессионалам которые вам помогут законно это все согласовать и знать и изначально конечно же сделать чтобы это все было по закону вот у нас такой опыт уже имеется на некрасова то есть мы там сделали проект сейчас начинаем реализовывать и там столько приколов влазит еще новых просто как бы волосы немножко шевелятся там знаете например там электрику забыли сделать ну просто ее нет вот так вот там ну много чего нет в общем ходим удивляемся я к чему значит правильные документы это экспликация помещений требуйте экспликацию помещения друзья вот в этом суть вот и никто вам голову не задурит друзья вот такая планировка у меня получилось пишите в комментариях что так что не так как бы вы сделали тот кто уже делал планировку рассказывайте как вы боролись ситуация когда у вас свободная планировка и зато максимум жилого пространства вот все жилое пространство что делали то вот рассказывайте ну а на этом все подписывайтесь жмите на колокольчик ставьте лайк всем пока да прибудет с вами муза и удобная планировка